всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами мифов древней японии сити фукудзин сити фукудзин в японской мифологии семь богов удачи и счастья их имена дайкоку и бису бэнтэн писем он фукуроку дзю его внук дзюрадзин и хатэй группа была сформирована 17 веке монахом тэнкай на основе божеств буддизма японского фольклора и китайского даосизма таким образом чтобы пошедшие в нее боги символизировали все составляющие счастье удачу великодушие честность достоинство славу долголетие и дружелюбие согласно литературным источником исконно японскими богами были дайкоку и и бису остальные представляли собой ипостаси популярных буддийских божеств пришедших из китая и и благодаря мирному сосуществованию различных религий симпатичные боги счастья и доброй судьбы весьма почитались в японии фукуроку дзю бог долголетия мудрости плодовитости один из семи богов счастья и удачи представление японцев это был коротконогий старик с огромной удлиненной лысой головой что говорил о его необыкновенном уме спутниками фурукадзю являлись птицы животные также воплощающие долголетие журавль олень или волк черепаха дзюра дзин один из семи богов счастья и удачи воплощенные в облике добродушного белобородого старичка который даровал людям долголетие и счастливую старость от и японскими фалоки один из семи богов счастья люди представляли в виде толстого улыбчатого же пожилого человека чими неприемлемыми атрибутами были мешок и маленькая сито огромный живот бога свидетельствовал о его чревоугодии и добродушном раю вот так вкратце из мифов древней японии о сити фуку дзин в японской мифологии семь богов счастья и удачи пока пока до свидания и